Любопытное письмо со схемой мы получили от подписчика нашего канала Анатолия Сергеевича. Мы публикуем эту схему и описание этой схемы с надеждой, что вам понравится эта схема и радиолюбители захотят ее повторить. Вот что пишет Анатолий Сергеевич. Это бесперебойное питание от сети. У всех дома висят электромеханические часы с питанием от пальчиковой батарейки 1,5 вольта. Автор пишет, что ему надоело постоянно менять батарейки, поэтому собрав данную схему и поставив туда никель-кадмиевый аккумулятор на 1,2 вольта, часы работают от сети без замены питающего элемента уже 4 года. Как работает эта схема? Коденсатор С1 снижает напряжение сети 220 вольт до необходимого нам напряжения. Параллельно ему резистор R2 на 300 кОм разряжает конденсатор С1, чтобы на нем не осталось заряда во время выключения этой схемы из сети. Кстати, конденсатор С1 должен быть на напряжении не менее 400 вольт, а лучше 600 вольт для перестраховки, но ни в коем случае не на 250 вольт. Резистор R1 предотвращает бросок тока в момент подключения выпрямителя от сети. Его номинал должен быть в пределах от 100 до 300 Ом и мощность 0,5 Вт. Конечно, есть защитный элемент, это предохранитель на полампера. Далее, переменная напряжения поступает на диодный мостик, собранный на элементах D1 и D4. Конечно, можно использовать готовые модули, например, такие как КЦ405 или КЦ407, но напряжение не менее 400 вольт. Или собрать его из отдельных компонентов. Стабилитрон D1 здесь выполняет защитную функцию и допустима его замена на любой с рабочим напряжением от 3 до 10 вольт. Коденсатор C2 сглаживает пульсации на выходе этого блока питания и должен быть на напряжение не менее 16 вольт. Аккумулятор, автор пишет, любой пальчиковый от 700 мАч и выше. И при этом, при отключении света, часы работают еще 2 недели на аккумуляторе. Как бы неплохо. Мы сегодня опубликовали вам рабочую схему, которая великолепно работает у подписчика нашего канала и он рекомендует эту схему повторить. В описании под видеороликом мы, конечно, дадим ссылку на эту принципиальную схему. Мы благодарим Анатолия Сергеевича за предоставленную схему и за описание этой схемы. Присылайте нам на электронную почту свои интересные электронные схемы и мы с удовольствием их опубликуем. Если вам понравился этот видеоролик, поставьте, пожалуйста, лайк. Если вы впервые на нашем канале, также поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Мы рассматриваем интересные, полезные и несложные электронные схемы.